Эй-эй, внучок, внучок, просыпайся, давай, уже наступило утро! Кто здесь шумит? Ай, я опять упал с кровати, блин, ненавижу спать на втором этаже, зато моментально проснулся. Так, так, кто меня звал? Это я, твоя бабуля, ты чё? Давай-ка просыпайся, уже утро, а ты спишь допоздна. Посмотри, вся семья уже встала. Блин, бабуля, я и так каждое утро в школу встаю, а тут ещё такая ерунда, я думал хотя бы в деревне высплюсь. Ааа, сейчас ты у меня выспишься, ты чё, не знаешь, зачем тебя взяли в деревню, зачем ты сюда приехал отдыхать? Нет, ты приехал для того, чтобы помогать бабушке. Ха, понятно, всё как всегда. Ладно, если честно, я человек такой, поработать не против, а что ты хочешь, чтобы я сделал? Слушай, ну для начала я дам тебе лёгкое задание, потом, конечно же, дам посложнее, ну, так сказать, размяться. Так, ладно, и что же за задание будет? Давай-ка, говори уже, не томи. Ааа, смотри, тебе нужно сначала пойти и собрать немножечко куриных яиц, потому что на завтрак совсем нечего кушать и очень хотелось бы покушать яичницы. Ааа, так, понятно, это достаточно просто, я с этим справлюсь вообще легко. Ааа, так, где твои курицы? Ааа, они на улице, что ты не знаешь, где курицы? В этом, в курятнике, конечно же. Так, всё, понятно, разберусь. Шик. Шик. О, привет, вы ждёте свой завтрак? Да, мы вообще-то ждём свой завтрак. Ну, если честно, мы не особо хотим кушать, но бабушка составляет. А, да, это типичная проблема, знаю, знаю, понимаю, понимаю. Ладно, я скоро вернусь. Шик. Шик. Так, курицы, 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 вот они, вот они курицы, значит, нужно собрать с них яйца. Так, вот ты, курочка, иди-ка ко мне. Шик, 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 шик. Давай яйцо, давай яйцо. Блин, ты что делаешь-то? Не надо так обращаться с курицами. А чё она мне яйца не даёт? Я не понимаю, я её дёргаю-дёргаю, а яйца не даются. Да ты чё, совсем спятил, что ли? Ты никогда яйца в деревне не собирал? Ну, я знаю, что они из куриц вываливаются. Погоди, погоди секунду, может быть, у этой просто нету запасов яиц? Погоди-ка. Шик, шик. Ааа, давай яйца! Так, слушай, дружище, ты что-то вообще не то делаешь. Дай её сюда. Шик. Так, иди, моя хорошая, погуляй. Чик. И ты тоже. Чик. Так, смотри, короче, я тебе сейчас объясню, как нужно собирать яйца. Яйца всегда курицы откладывают в курятник, в специальный лоток. Ты об этом знаешь? Блин, я, если честно, в городе живу, там яйца просто сразу по 30 штук в таких специальных бумажных коробочках продаются. Здесь как-то всё по-другому работает. Ладно, я тебе сейчас объясню, как собрать яички. Так, ну, давай попробуем. Смотри, там вот ты пойдёшь сейчас направо, там будет специальный курятник. Там будут сидеть курочки. Поднимаешь курочку, под ней будет яичко. Если яичка нету, значит курочка эта яичка ещё не снесла. Всё просто, понятно? Да, понятно. Шик. Так, стоять, давай-ка я лучше пойду с тобой, а то не дай бог ты ещё раз куриц начнёшь тормошить. Шик. Шик. Так, ну вот, смотри, вот мы добрались до курятника. Наверху сидит петух. Петуха трогать нельзя. Если ты будешь трогать петуха, он начнёт защищаться и начнёт тебя царапать, понимаешь? Я не хочу, чтобы меня кто-то царапал. Так, хорошо, вон там курицы. Давай быстрее, просто подними курицу и возьми яйцо. Так, ладно, хорошо. Шик. Ха, стой, ты чё замахиваешься, я же тебе сказала, чё нужно делать? Не замахивайся, отпусти курицу. Шик, ладно. Так, вот, видишь, под этой курицей не было яйца. Попробуй посмотреть под другой. Ладно. Шик. Так, под этой тоже нет. Хм, а вот же, в соседнем лоточке лежит. Шик. Так, отлично, кажется, получилось. Курицы не будут против, что я взял у них яичко? Конечно, курицы не будут против, но вот петух, если он это увидит, то тебе не сдобровать. Так, ну я вроде бы незаметно это сделал. Шик. Ку-ку-ку-ку-ку-ку! Так, я понял, на меня напал петух. Ладно, побежали отсюда скорее. Я взял только одно яйцо. Так, где бабушка, бабушка, бабушка? Ну нафиг такую деревенскую жизнь делать? Просто какой-то кошмар. Так, бабуля, привет. Ты просила принести яйца, вот тебе яйцо. Шик. Сынули, ты чё? Я тебя послала за яйцами, а не за яйцом. Ты чё, думаешь, мы одно яйцо будем делить на всех? Принеси как можно больше яиц. Опять эта бабушка недовольна. Ладно, хорошо, хорошо, я не буду на тебя злиться. Шик. Так, надо подумать. Для того, чтобы взять несколько яиц, я, наверное, не смогу их унести все в руках. Наверное, нужно найти какую-то корзинку или лоток. Во что их вообще собирают? Шик. Шик, шик. Так, надо посмотреть, надо посмотреть. Тут есть какая-то коробка. О, соберу в коробку, я думаю, никто не будет против. О, смотрите-ка, здесь уже есть яйцо. Класс, отлично. Одно яичко у меня есть. Так, сколько там всего было человек? Бабушка, сестренка и ее парень. Всего трое. Вот эти вот шалопаи, наверное, тоже кушать хотят. Блин, как я ненавижу деревенскую жизнь. Так, ладно, всего получается у нас 5 человек. Значит, надо собрать 5 яиц. Я думаю, тогда будет все нормально. Ладно, хорошо, попробую. Шик. Так, курица у вас есть еще яйца? Ко-ко-ко-ко, ко-ко-ко-ко. Ясно, им пофиг. Так, вот тут в лоточке я вижу 3 яйца. Давайте возьму их. Раз, два, три. Отлично. У меня уже есть 4 яйца. Всего нужно 5. Так, одно было у бабушки. Блин, это 4 плюс 1. Ай, зачем я уроки математики прогуливал? Блин. Так, 5, 5. Да, нет, точно, 5 яиц. 5 яиц у меня есть. Отлично. Шик. Так, возьму-ка я, наверное, еще пару яблок, чтобы бабушка совсем не обижалась. Пускай жуют яйца с яблоками. Я думаю, так будет нормально. Шик. 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 Так, 4 уже есть. Шик. 5. Отлично. 5 яблок, 5 яиц. Что еще нужно для счастливого, хорошего, вкусного завтрака? Жук. Шик. 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 Так, привет, бабуля. Короче, слушай, я тебе тут столько еды набрал, как ты просила яйца, и я решил еще собрать немножечко яблочек, чтобы все остались довольны. Да зачем ты собрал эти яблоки? Я просила взять только яйца. Ай, блин, вечно недовольная бабка. Короче, держи этот ящик. Шик. Все, кушайте на здоровье. Ну, спасибо хоть на этом. Шик. Блин, почему эти бабушки вечно какие-то недовольные? Блин. Ай, ладно, хорошо. Может быть, просто у нее сегодня плохое настроение. Знаете, у взрослых и такое бывает, когда настроение не задается. Может быть, у нее там что-то случилось. А может быть, действительно что-то случилось. Подождите-ка. А давайте-ка я спрошу. Шик. Бабуля, слушай, а что ты такая недовольная-то с утра ходишь? Может, у тебя что-то случилось? Ой, внучок, надо же, ты бы интересовался, как у меня дела и что у меня с настроением. Это так, мило. Слушай, если честно, да, немножко кое-что случилось. Ах, ладно, слушай, я бы хотел тебе рассказать, но это как-то, как-то... Давай лучше, чтобы не пересказывать по несколько раз слова других людей. Пойди, пожалуйста, на ферму, и там тебе все объяснят. Это как раз-таки будет твое второе задание. Я пока что приготовлю завтрак для нас всех. И если ты мне поможешь его сделать, я буду очень счастлива. Ладно, бабуля, понял, тогда я отправляюсь на ферму. Вот я и добрался до фермы, и кого бы мне тут спросить? Так, 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 так. О, привет, привет, слушай. Тут у меня бабушка сказала, что у вас на ферме есть какая-то проблема, и мне нужно узнать, что это за проблема, потому что бабушка несчастлива. Не хочу, чтобы у нее было плохое настроение. Слушай, да, честно говоря, я слежу здесь за ламами, меня попросили за ними следить. Посмотри, какие милаши. О, да, это и правда мило. А что за морковка валяется? А это я их хотел покормить. Чик. Хрум. О, как это мило. Обожаю лам. Слушай, так ты мне поможешь решить-то вопрос? Что мне нужно тут делать? Слушай, обратись вот к ребятам, которые стоят слева. Я думаю, они смогут тебе помочь, потому что я только слежу за ламами. Окей, блин, окей, окей, окей. Шик. О, привет, парниша. Слушай, мне моя бабушка сказала, что здесь у вас на ферме какая-то проблема. Из-за этого она очень несчастлива. А, да, да, слушай. Короче, тут, если честно говоря, не только у бабушки проблема. Тут проблема у нас всех. Не хватает рабочих рук. Это во-первых. А, во-вторых, что ты хочешь сказать? А, во-вторых, короче, мы тут недавно сажали картошку. Она вроде как выросла, но при этом ее поели все караеды. Караеды это прям огромная проблема. Я даже не знаю, что с ними делать. Так, слушай, ну, есть идея, короче, этих караедов потравить, чтобы они не ели нашу картошку. Да, 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 но не хватает рабочих рук, как я уже говорил. Если ты поможешь решить эту проблему, будет очень круто. Так, хорошо, и чем же травить этих караедов, как ты говоришь? Чик. Вот, смотри, есть специальные отравляющие пестициды. Они не влияют на картошку, но они очень хорошо действуют на караедов. Караеды сразу уйдут. Держи. Чик. О, я случайно пшикнул в тебя. А, не волнуйся, для человека это безопасно. Как я и говорил раньше, это опасно только для караедов. Так, ладно, и что ты хочешь, чтобы я сделал? Ну, попщикай просто картошку, и, соответственно, караеды уйдут. Окей. Чик. Вот картошка. Вот я вижу картошку. Так, на это, наверное, прыскать не нужно. Но прыснул вот сюда вот. Чик. Чик. Так, еще немножко. Пшик. 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 Так, все, отлично. Кажется, караеды должны уйти. Слушай, ну я попрызгал картошку. Иди посмотри. Так. О, и действительно, караеды разбежались. Просто супер класс. Караедов больше нет. Как это было легко. Да, да, я такой вот. Я умею решать проблемы. Чик. Ой, извини, я еще раз на тебя пшикнул. Да мне пофиг. А, так, ну что, это все, что нужно было сделать? Просто потравить караедов? Ха, какой ты простой. Тебе нужно еще вырастить картошку, ее вскопать и отнести бабушке. Вот тогда бабушка будет точно счастлива. Окей, я попробую это сделать. Так, посадить картошку, посадить. Тут как-то семечко растет. Это картошка, не знаешь? Да я не знаю, это вообще кто-то случайно уронил. Попробуй его прорастить и посмотрим, что из этого выйдет. Так, хорошо. Как его прорастить? Вот это семечко лежит. Вот я его уберу. Может быть, просто его нужно полить? Так, где здесь лейка? Дай-ка сюда лейку. Поливаем. И ничего. О, о, начало расти, начало расти. Ты прикинь. Да вообще офигеть, как быстро это главное. Давай-ка я тоже попробую. Оп. Ой-ой-ой-ой, что происходит? Это просто какая-то мутация. Как быстро растет это растение. Вау, офигеть. Но это не картошка, это какие-то два баба. Слушай, это похоже на фасоль или что это вообще такое? На огурцы? Не знаю, давай посмотрим. Может, еще надо полить? Не, все, она выросла полностью. Чик. Чик. Ой, да, действительно, это фасоль. Я понюхал и понял, что это фасоль. Так, фасоль бабушке не нужна. Мне же сказали прорастить картошку. Так, это сюда поставим. Да-да-да, картошку расти давай. Так, где бы взять картошку? Слушай, о, отлично, я вижу у тебя семена картошки. Можешь, пожалуйста, поделиться? Семена картошки. Но вообще они остались единственные. Если ты мне дашь что-нибудь взамен, то, может быть, я дам тебе семена картошки. Что у тебя есть? Слушай, ну ты не видишь, у меня в руках есть фасоль. Как тебе такое? Фасоль очень вкусная вообще штучка. В суп добавить просто муа. Ладно, давай сюда свою фасоль. Чик. Чик. О, отлично, я тогда возьму семена. Чик. Да-да, забирай. Так, ну что ж, приступим к следующему этапу. Нужно будет посадить эти семена. Как это сделать? Ой, семена выпрыгивают прямо сами. Ну-ка, вот, наверное, картошечки посадим вот сюда. И посадим вот сюда. Так, отлично, кажется, готово. Так, это нужно поставить здесь. Фасоль, на, держи фасоль, мне она не нужна. Так, берем леечку и начинаем поливать то, что у нас здесь растет. Какие-то жуки бегают. Надо пестицидами попрыскать, попрыскать в них. Потому что сейчас еще если пестицидами не попрыскаем, то, соответственно, сожрут всю картошку караеды. Так, все, отлично. Теперь еще раз заполиваем. Поливай, поливай. Давай, лей, не жалей. Больше воды. Чем больше воды, тем вкуснее картошка. Давай, давай. Бабушка будет очень счастлива. На ужин будет жареная картошечка. Это очень вкусно. Давай, лей, давай. Ох, какая пошла хорошая картошечка. Так, это поставим. Так, вот одна выросла. Как ее теперь скопать? Слушай, как скопать картошку? Я просто из города вообще не шарю. Блин, да все просто. Просто берешь лопату и начинаешь копать. Только будь аккуратен, не задень клубень. А то у тебя одна картошка располовинится. Так, кажется, я понял. Чик. Надо выкопать. Чик. Шик, 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 шик. Опа, отлично. Просто шикарно. Вот у меня есть картофельная одна. Так, давайте попробуем прорастить вторую. Потому что две картошки, чтобы семь хватило. Где-то тут я еще семя закинул. Что-то не понимаю, не растет. Так, может быть, тогда просто вот так закинем. Хопа. И начнем растить, выращивать. Давай, лей, лей, не жалей. Картошка сейчас будет вкусная, хорошая. Давай, наливай, наливай, наливай. О, как хорошо пошла. Так, уже росточек есть. Нужно еще немножко полить. Давай, давай. Брызгай воду во все стороны, чтобы все росло. Так, еще разочек. Не растет что-то, зараза, блин. Может быть... Слушай, у меня что-то картошка не растет. Вот эта легко проросла, а эта не хочет. А, слушай, у нас такое тоже, конечно, бывает как раз-таки проблема. Смотри, возьми вот этот пакет. Чик. Чик. Фу, это же пакет, вы сами поняли, с чем. Да нет, дурачок, это удобрение. Просто закинь туда, и оно будет лучше все. Ладно, давайте попробуем. Так, хопа, добавляем. Щепоточку того, щепоточку сего. Отлично. Так, поставь это на место. Так, и что дальше делать? Вот, просто поливай. Так, давайте просто попробуем полить, ребята. Что получится из этого? Что-то все равно не растет. Вроде удобрили, удобрили. О, нет, пошла, родная. Фига себе, вот это чудо-средство. Слушай, а вы всегда это используете? Ну, честно говоря, это очень дорого стоит, это удобрение. Поэтому, как бы, используем редко. Ха, дорого стоит. Да я тебе такого, знаешь, сколько могу наделать. Офигеешь. И бесплатно, главное. Я понял. Так, ладно, не будем хвастаться своими способностями. Давайте достанем эту картошку. Опа. Типа лопатой покопали, закопали, все как надо. И у меня есть две картошки. Ааа, как это круто. Отнесу это бабушке. Шик. Привет, бабуля. У меня для тебя кое-что есть. Посмотри на мои ручки. Ого, ничего себе, внучок. Это что, реально ты картошку, что ли, вскопал и принес? Представляешь? Да, кажется, на ужин будет что-то вкусное. Офигеть. Как это круто. Какой у меня любимый внучок. Му-му-му-му. Ой, я так и знал, что ты очень хорошенький. Не то, что вот эти два остолопа. Только и могут что, Моргенштерна своего слушать. А ты у меня молодец. Скопал картошку и принес нам еду. Ну да, вообще-то я такой. Слушай, а что ты завтрак-то еще не приготовила? Ой, блин, да я заболталась с этими остолопами. Еще не успела. Ладно, понятно, бабуль. Вот тебе картошка. Держи, раз. Ой, ты уже ее съела. Ну, тоже пойдет. И два. В общем, готовь давай еду. Как бы, чтобы все были сытые, вкусненькие. Вкусно, чтобы было все, было хорошо. Да-да, внучок, я тебя очень люблю. Спасибо огромное, чик. Все, я пошла готовить. Ох, да, отлично. Так, ну, как раз меня заданиями сейчас не грузит. Я думаю, что можно сделать небольшой перерывчик. И наконец-таки поспать, а то и не выспался. Ох, да, отлично. Продолжение следует...